И в завершение выпуска о главном спортивном празднике. Матч между Россией и Хорватией уже называют самым драматичным на чемпионате мира. Напомню, накануне в четвертьфинале наши футболисты проиграли в серии пенальти. Поражение равносильное победе, так говорят те, кто видел игру. А видела ее, пожалуй, вся страна. Прямую трансляцию матча на большом экране можно было посмотреть и в Наринмаре. Поддержать нашу сборную на площадь Маратсей пришли десятки, а то и сотни болельщиков. Как это было, расскажем в следующем материале. Поклонницы Дзюбы и Головина. Оказалось, ярые фанатки российских футболистов есть и в Наринмаре. Вообще, глядя на погоду, не верилось, что на Маратсей хоть кто-нибудь придет. Но ближе к девяти народ стал подтягиваться, и к началу матча площадь заметно оживилась. Первые полчаса наринмарские болельщики напряженно следят за ходом матча. В отличие от поединка с испанцами, подопечные Станислава Черчесова неплохо прессингуют соперника и регулярно выбегают в контратаке. И как только футболисты нашей сборной подходят к чужой штрафной, наринмарские фанаты требуют гол. И вот на 31-й минуте матча Денису Черышеву удается отправить матч в хорватские ворота. И первый гол российской сборной заставил взорваться наринмарскую фан-зону. Надеемся, что это только первый гол сегодня. Это ведь такой праздник, что если мы попадем в полуфинал, это же уже полуфинал тут где-то на горизонте. Ура, вперед! Команда преобразилась. Станислав Саламович действительно настроил наших. И мы видим, что наша команда вышла в одну четвертую и играет за выход в четыре лучших команды. Со счетом 1-0 увереннее почувствовали себя не только футболисты сборной, но и болельщики. Кричать стали гораздо громче. А показывать эмоции уже никто не стеснялся. Правда, всеобщее ликование длилось недолго. На 39-й минуте хорваты сравнивают счет. Что-то пропустили. Да, нас обидели пока хорваты. Мы благодарим судью, который сегодня очень хорошо судит. Не как все. Обычно нас засуживают. Это было очень видно с Уругваем. Несмотря ни на что, толпа болельщиков продолжает активно поддерживать свою сборную. Все стоят в напряжении. И в основное время, и в уже дополнительные 30 минут. Но никто и не думает расходиться. Ой, ну мы надеемся, что наши забьют. Скорее до пенальти дойдет. Будем стоять просто до самого конца. Потому что Россия играет! Помимо горожан, которые болели на организованной фан-зоне, за ходом игры также следили и малочисленные народы Севера. Чтобы увидеть этот матч, кочевники собрались в одном из ближайших городу Чумов. Я вот тут сижу, не знаю, ну как помочь им, ребятам. Вот и все вот эти эмоции внутри сидят, кипит. Быстрее, быстрее. Надо побеждать! Россия вперед! Второй хорватский гол воспринимается поклонниками футбола, конечно, негативно. Но что происходит с фанатами, когда забивают наши, это надо видеть. Наринмарцы не перестают скандировать Россия до самой серии пенальти. А когда на экране появляется Игорь Кенфеев, то девчонки начинают визжать еще громче, лишь бы поддержать российского галкипера. Завершающий период ов, как пощекотал нервы болельщикам. Кто-то даже не мог смотреть на происходящее. В серии пенальти хорватам удалось забить четыре мяча, тогда как россияне сумели реализовать лишь три. В итоге сборная Хорватии отправляется в полуфинал. А команда Черчесова покидает чемпионат мира с высоко поднятой головой и с всеобщим признанием своих соотечественников. Жалко, жалко. Они в этот раз очень хорошо играли. Молодцы. Они все равно молодцы, они это сделали. И обидно проиграть в такой серии, когда в дополнительное время сравнять счет, мне кажется, достойная игра. Молодцы. Первый раз. Господи, за сколько лет они там? Не важно. Не важно, не важно. Они очень. Они просто супер. Мы их все запомнили. Мы их все знаем. Мы их любим. Несмотря на то, что они проиграли, они молодцы. И такого чемпионата, как в России, мне кажется, никогда нигде не было. Весь мир с нами был. Весь мир. Это круто. Это здорово. Надежда Качегова, Сергей Качегов. Вести. Заполярье.